В рамках выставки «Брест православный» ее гостям была представлена книга Елены Шадько, содержащая архивные документы о колокольных наборах белорусских церквей, а также многочисленные фотографии колоколов и звонарей. Вместе со сборником автор также представила документальный фильм «Звон и звонари», ставший победителем международного конкурса «Православная инициатива-2013». Когда я начинала заниматься изучением колокольного звона, традиций, у меня не было ни видеокамеры, ни фотоаппарата, ничего. И вот когда у меня уже был собран огромный материал, я выбрала 28 храмов, которые можно и нужно записать, чтобы сохранить эту традицию. В 2008 году я собрала таких же энтузиастов, и так мы зафиксировали более 40 часов колокольных звонов, которые и вошли в эту книгу. Материал сборника «Колокола и колокольные звоны православных храмов западных регионов Беларуси» был собран автором в экспедициях по белорусским храмам. Елена Шадько посетила более 200 церквей западных регионов Беларуси. Описание колоколов, их история, рассказ о первых звонарях, а также комментарии прихожан – все это было отражено в издании. Пришлось объехать очень много километров, я расспрашивала прихожан, звонарей, духовенство, был составлен специальный опросник, потом это было в летнее время, а в зимнее время я ездила в архивы, и это были архивы России, Беларуси, Польши, Литвы. С давних времен колокола и колокольные звоны занимают достойное место в богослужении Православной Церкви Беларуси. Наша страна славится своими колоколами, количество которых превосходит многие соседние государства. Елена Шадько, представляя свою книгу, ставила целью донести до брещан идею бережного отношения к церковным ценностям для того, чтобы оставить частичку колокольного искусства для будущих поколений. Записанные автором интервью со священниками, звонарями, историками и простыми прихожанами свидетельствуют о том, что колокольный звон – неотъемлемая часть церковной жизни. Сегодня колокол – это материальный, духовный объект Православной Церкви, это богослужебный инструмент. Многие из них, к сожалению, по незнанию идут в переплавку на металлолом, а на них есть уникальные записи, надписи. Они представляют огромнейший интерес для культуры Беларуси. Конечно, должен быть создан музей колоколов. Обязательно нужно преподавать предмет компонологию в семинариях, академиях наших белорусских, чтобы наши священники знали, как нужно обращаться с историческими, старинными колоколами. Софья Бережная, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.